Почему эту миссию нужно было дискредитировать? У меня нет ответа. Ответ у меня такой, что Гитлер в какой-то степени взял на себя вот такой удар немножко по репутации, пытаясь скрыть какой-то более серьезный удар по репутации. Вот какой, я не могу понять. Пока не доберусь еще. Это был небольшой удар, поскольку он как бы своего заместителя объявил вполне адекватно. Вот это нельзя было делать такое. Тему Гесса еще раз. Сейчас, можно я закончу. Так вот, я думаю, что в семнадцатом году тосье Гесса будет открыто все-таки. Но там не будет самого интересного. Там что-нибудь вычислить, конечно. Но что-то будет открыто, и, может быть, тогда это станет более понятным. Что-то англичане должны открыть, да? Да. Они это обещают уже третий раз. Ну, вот вообще и создается впечатление, что этим своим перелетом, тем, что он не угодил на скамью подсудимых вместе со всеми, он спас себе жизнь. Как он угодил? Он угодил на скамье подсудимых вместе со всеми. Вместе со всеми. А оказалось, что его уже тогда плененного посадили на скамье. И поэтому его не приговорили к смертной казни. Но, 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 но я вернусь... Крови не было. Ну, как сказать? Но все равно там какой-нибудь Риббентроп, да. Ну что Риббентроп, все равно повешение. Нет, подождите. Риббентроп подписывал такие приказы и такие документы, которые... А ГЕС ничего не подписывал? ГЕС не участвовал в войне с СССР. Давайте я вам про Нюрнбергский попроще расскажу. Вот там фигуранты все, трибуналы. В общем, были все, державы великие. Каждый заинтересован в том, чтобы там Риббентроп это наш, мы должны были его... Он, он наиболее ненавидимый. Там у французов свой, американцев свой. Ну, ГЕС был, он как бы никому не нужен. Особо не отличился. Мы не продавили его смертную казнь. А давили? Он не участвовал. А давили? Конечно, ну все, каждая сторона. Я говорю, Милос... Нет, ну по поводу ГЕСа мы не давили. У поляков, естественно, там, у Австрии. А по поводу ГЕСа мы не давили? Нет. Я все-таки вернусь к вам вопросу. Он симулировал помешательство? Конечно. Не помешательство, это тоже ерунда. Ну, не отвечал на вопросе, что-то промотал в музее. В музее. Сематерия, конечно. В музее, конечно, да, совершенно верно. Семулировал, да, это тоже было доказано. А что здесь такое, в секретном или тайном? Нет, ну это как раз перекликается с обвинением, высказанного в его адрес, с его патроном, что он не в себе. Он сказал, что он сумасшедший, он попадает на скамерку судьбу и оказывается... Он никогда, ни в каком, нигде, ни по радио, нигде, никогда в музее сумасшедший. Ну, неадекватный. Поступок называли, поступок до Кихота, поступок человека, который не отвечал за ситуацию. Человеку, который... Музей, а это потом уже переврали. Уже сумасшедший, поступок вот такой же. Все переврали. Знаете, как на Тирмин... Расскажите, пожалуйста, Ваше мнение, зачем в сороковом году, если это было создавление Гитлера, зачем Гитлеру понадобилось между самыми создавлениями? Потому что мир в Сурвании и Англии, это идея с 18-го года. Чемберлен об этом говорила открыто. И Гитлер никогда не высказывался, или не писал о том, что нужно воевать и нужно давить англоязычный мир. Напротив, нужно давить вместе с англоязычным миром, с саксами, вместе дружно давить проклятых славян и мы же с ними. Поэтому... А что такое, по-вашему, Дюнкерк? С какой стати нужно было вот так это все вести? Он до самого конца, до того момента, когда понял, что Черчилль, в общем-то, наступает на горло собственной песне, до самого конца он надеялся на мир с Англией, Гитлером. Вот Черчилль был в очень сложном положении. Он тоже был за мир с Германией. Тут вы не будете, наверное, возражать. Но он пришел на волне патриотизма. Он пришел как глава партии войны. А почему? А где я сама здесь без шума замену? Он внутренне раздраивал. Так вы почитайте. Вы его в мировой раме по пункту полета Кеса читали? Сколько он его раз переписывал? Вот это тоже интересная вещь. Надо почитать, как он сначала пытался... Ну, он все время была надежда. Ну, поставь-то взяли Кеса. А сразу же взяли. Взяли? Да. Только до 44-го года он жил в каком-то особняке. Нет, до 43-го, правда. До начала 44-го в каком-то особняке, совершенно свободно передвигаясь. Он гулял по окрестностям, вот в этом графстве, где он, так сказать, был в свободном режиме. И только когда уже запахло жареным совсем, вот тут его действительно стали держать в некотором заключении. И то у него был довольно свободный режим. Англичане ведь его... Вы знаете, они с ним поработали в самом начале. Было такое. Вот когда его... Почему-то, я повторяю, Гитлер решил вот так от него отречься и объявили его такой фигурой Нолграда. Вот после этого к нему применяли какие-то препараты медицинские. Да, психотропные. Вот это был период, но он не от этого впал в амнезию. Он скорее противовес вот этим вещам. Начал изображать из себя сумасшедшего. То есть, ну, эти препараты он давал понять, подействовали. На самом деле... А вот тут люди спрашивают, а в Шпиере какая сторона была заинтересована? В Нюрнберге, если так коротко. Ну, Шпиер... Вроде бы архитект. Я говорю про висельник. Шпиер вышел. И пожалуй, даже еще. Могу, что-то, что-то, что-то. Шпиер вышел. Я говорю про вовсе, что я помню, четыре года. Да, у вас много ответов. Кстати, вот, великий путаник, но пускай не в туман. Это Шпиер. Кстати, если секрет и нет, заточил все равно для него все пакетик, как мы знаем. Здравствуйте. Я буду только в Кес. Дилетант. Продолжение следует. В Москве половина седьмого наихи новости в студии Ирина Кучеренко. Михаил Горбачев предложил вернуться к идее строительства общеевропейского дома. Конечно, в доме бывают драки, особенно в коммунальных. Но, тем не менее, дом есть дом. Это не театр военных действий, сказал первый президент СССР во время выступления на заседании форума новой политики в Берлине. Горбачев предложил создать рабочую группу из тех, кто участвовал в заседании, а также пригласить известных авторитетных людей. Политик отметил, что в международных отношениях еще не все потеряно. Нужно лишь сопротивляться негативным тенденциям. Ранее Горбачев охарактеризовал международную обстановку как коллапс доверия. Россия и Китай подписали 17 документов, в том числе меморандум по поставкам газа по западному маршруту. В числе документов рамочное соглашение между Газпромом и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией о поставках природного газа из России в Китай. Меморандум о взаимопонимании между Газпромом и Китайской национальной шельфовой нефтяной корпорацией. В Северной Ирландии пациенты проверяют на наличие вируса Эбола. Как сообщила сегодня вещательная корпорация BBC, этот человек недавно приехал из района, пострадавшего от вспышки эпидемии. Сейчас он изолирован в соответствии с национальным планом действий в чрезвычайных ситуациях. Сообщается, что тест крови пациента уже дал положительный результат на наличие эмболии. По информации BBC, мужчина находится в специальном изоляторе Королевской больницы Виктории с минувшей пятницы. Памятник лидеру группы Король и Шут Михаилу Баршинёву открыт в Воронеже. В церемонии приняла участие мать рок-музыканта Татьяна Баршинёва. Обелиск высотой 2 метра представляет собой постамент с гитарой и книгой. На одной странице фразы из песни группы «Я жив, покуда я верю в чудо», на другой портрет самого музыканта. На монументе также аббревиатура Киш, Шутовскую колпанду и царская корона, термина и знаки короля и Шута. Средства на обелиск поклонники музыканта собирали в течение года с помощью концертов и пожертвований. Михаил Баршинёв умер в июле прошлого года в возрасте 39 лет. Ранее памятники музыканту были установлены в Санкт-Петербурге и Красноярске. Официальный курс доллара на выходные в понедельник 47 рублей 88 копеек, евро 59.32. В Москве завтра облачно с прояснениями без осадков, ночью 1.3, днём 3.5 градусов. Ирина Кучеренко, служба информации, Эхо Москвы. Пока сына в детском саду, я плаваю в бассейне, затем иду в школу танца, покупаю продукты для семейного пикника у пруда и играю с подругой в теннис. Как я всё успеваю? Легко! Всё находится на территории нашего жилого комплекса. Уникальный жилой комплекс «Розмарин» на юго-западе Москвы. Воплощение вашей мечты о комфорте и комфорте. Подробности по телефону 495-419-5555 и на сайте rozmarindefis.ru. Реклама на радио Эхо Москвы. 921-40-41. Код 495. 921-40-41. Код 495. Внимание! В воскресенье после 19.20. Гонопольская. Итоги недели без Евгения Кискова. Гонопольская с Эхо Москвы. Кому он даётся? Да, это воскресная программа, в которой вместе с коллегами мы подведём итоги недели. А! Задоверил Гонопольский? Протлез ты! Это итоги без Киселёва, но он будет. Будет герой недели или диска недели. Будет главное незамеченное событие. Будет цитирован какой-то фейсбучный хомячок. Два лжица и подлеца. Гонопольский и Нарышки. И два замечательных человека. Евгений Киселёв и Алексей Соловин. Весь коллектив замечательный. В воскресенье в 19.00 на Эхо Москвы. Телевизионные итоги недели. В программе Арины Бородиной. Программное обеспечение. И пусть услышит вся Россия. Эфир Бородиной. В пятницу в 21.00 и в 8.00 утра в субботу. Сразу после новостей. 25 лет. Россия и Арина Москвы шагают вместе. Каждый год. Сына Сын Зиммер и Алексеем Дурнову. В программе Синхронный шаг. Повторя. После 22 часов. Это Москвы. Адвинда. Дилетанты. Еще раз добрый вечер. Сердце уголнов питали Демарский ведущий Елена Сьянова. Писатель историк у нас в Грестях. Говорим о тайных загадках Третьего Рейха. Давайте так, чтобы завершить уже историю с пьесом. Лучше бы ее завершить, надо, видимо, дождаться, когда англичане, конечно, мы так и раскроем все. 17 лет. Все Альфиевы, 17 месяцев раскроем. Вот. Давайте мы еще две вещи скажем. Что, во-первых, все-таки остается, ну, в какой-то степени, хотя многие уверены, что он был убит, но... Здесь такая версия. Да. Но официально... Ижема должны были освободить. Да. Ну да, да, да. Там было есть что, официально. А вот скажите, а вот скажите. Ах, версия. Но формально, формально он... Там не присутствовали. Он тоже самоубийств нашел. А я все равно сейчас к своему же вернусь. Почему же все-таки Гитлер вот так с ним поступил? Все-таки я... Вечное возвращение. Для слушателей, которые, в общем-то, может быть, поняли, о чем я говорю, я сошлюсь еще на одного человека, который меня навел на это недоумение. Это Альберт Хаусхофер. Он писал из Моабита, незадолго до смерти, отцу Карлу. Я не понимаю, почему фюрер предал Рудольфа. Почему он от него отрекся. Что сделал Рудольф? Что он сделал не так? Дальше там идет пассаж о секретной, о мирной миссии, о мирных инициативах. Я не понимаю. Вот это его фраза. Вот. Я тоже не понимаю. Теперь, что касается... Давайте оставим нашему слушателю. Теперь, что касается... Да, пожалуйста. Можно ответить на этот вопрос. Что касается, значит, версии, был ли он убит или... Так он не был самоубийством. Во-первых, его сын очень долго занимался этими исследованиями. И, в принципе, у него вышли опубликованными медицинские заключения о том, что этот старик просто не мог покончить с собой. Чисто физически не мог. Он не мог нанести такие травмы. Они были ему причинены. То есть, кто хочет, верит. Кто хочет, не верит. Почему его нужно было убрать? Ну, мы же говорили об этом. Так его выпустить собирались. И с этим его должны были освобождены? Конечно. Да, было решение. Конечно, было. И вот он сказал, здесь есть... Горбачев на это согласился. Да, Горбачев согласился. Они обсуждали это с Тетчер. Если русские согласятся... В 87-й год. Старая история. Слова Гесса сыну сказанные. Если русские согласятся меня выпустить, англичане меня убьют. Да. Да, совершенно верно. Я думаю, так и произошло. Потому что он, конечно... Он много знал. ...сказал кое-что. Вот я так, знаете, думаю, что он, может быть, не стал бы там теоретизировать, но какие-то вещи вот об английской правящей династии он мог бы рассказать. Может быть, не знаю. Ну, что мы будем гадать? Ну, он, конечно, что-то знал такое, что имеет неприходящую ценность. А это связано с королевским домом. А это не было просто каким-то политическим решением, если его действительно убрали? Потому что ведь поведать любые тайны он мог через кого угодно. Через сына, через адвоката и так далее. И, знаете, политическим решением было бы его оставить в живых, потому что он, в общем-то, был уже никто и никак. А вот его смерть сделала из него фетиш. Понятно. Давайте, знаете, сейчас что? Уже в заключении истории с Гессом Сергей, Сережа Бунтман нам подготовил, как обычно, такую звуковую картинку. Это очень недолгое, последнее слово с переводом, естественно. Последнее слово Рудельфа Рудольфа Гесса на неруберском процессе. Мне выпала честь много лет проработать под началом величайшего из сынов, порожденных моим народом за его тысячелетнюю историю. Даже если бы я захотел, я не смог бы вычеркнуть это время из моей жизни. Я счастлив осознавать, что выполнил свой долг перед моим народом. Долг немца. Долг национал-социалиста. Долг верного последователя своего вождя. Я ни о чем не жалею. Если бы я все начинал сначала, я поступил бы точно так же, даже зная, что это приведет меня к жестокой смертенной шафоте. Что бы ни решили люди, я знаю, что когда-нибудь предстану перед судом Всевышнего, и перед ним я отвечу. И я знаю, что он меня простит. Вот такое слово. Он-то не отрекся от Гитлера, да? Нет, конечно. А никто не отрекся, кроме ШПРа. И ШПРу устроили обструкцию. Лен, давайте у нас вес... А и питатель на могиле у него, знаете, какая была? Я сделала попытку. Ну, веса? Она до сих пор есть. Лен, еще один вопрос. Еще одна загадка, я бы сказал. Ну, просто из таких самых распространенных, что ли, мифов, а вы нам скажете, насколько это миф, хотя я думаю, что это действительно миф. Сядерна Роза. Нет, Мартин Борман. Да. Мы не знаем. Столько написано. Борман пошел на прорыв. Что с ним стало? Разворотила боку бронетранспортера и убила Бормана. Убила, пролежала много лет. Вскрыли его останки, сделали кинетическую экспертизу, доказали все. Все, вопрос еще. Абсолютно. Как дальше? Про других спрашивают граждан. Про того же Гитлера. Люди пишутся. Агита в Лос-Америке. Все бред. Я же вам сказала, он же трансформировался. Понятно. Телепортировался. Нет, ну, вы знаете, если серьезно говорить, Гитлер был разваленный в 45-м году. Китом в 70-е годы. Он, наверное, несколько лет протянул еще и все. А сколько ему лет было, кстати, в 45-м году? Ну, считайте, вот. Какого года? В 45-м плюс 39-го? Какого? 9-го. Как 9-го? Ну, этого, 89-го. 89-го. Там 11 плюс... 11-й, 56-й. Ну, 56-й, да. В 50-летие праздновали. Его очень здорово подкосило это покушение. Ну, это тоже. Атомная бомба. Ну, давайте атомная бомба. Вот это действительно серьезный, вменяемый, так сказать, вопрос. Да. Что они успели? Ну, вот из-за того, в чем я уверена, я думаю, что они практически подошли к созданию грязной бомбы. Но они ее не создали. Все-таки, хотя есть множество очень серьезных исследователей, которые докажут, чуть ли не с пробами с полигонов в руках, что грязную бомбу они создали. Тайна секретного оружия Третьего Рейха. Это тоже не тайна. Это вот именно вот эта самая атомная бомба, которая, в общем, почти что уже вылупилась. И средства доставки это мало, да? Ой, ну, насчет средств доставки там было множество вариантов. Ни один Гитлер не одобрил. Там нужна была очень быстрая доставка. И там целая... Вот этот как раз момент очень сильно отставал. Вот как раз средства доставки. А вот... Да там сколько было этих фау, сколько было разных проектов. И сколько там было... Сколько сменилось там инженеров на этом. Там была сумятица просто полная сумма. Они дико торопились. Им нужно было еще полгода. Но вот эти нацистские декларации о том, что еще немного, еще чуть-чуть. Ничего, что в раку ворот. Но вот мы сейчас изготовим и жахнем. Это все было не гибельсовской пропагандой, а было подкреплено реальным вещам. Если говорить об атомной бомбе, да. Да, конечно. Кстати, вот еще можно вопрос задать нашим слушателям. Кто-нибудь знает, у кого какие ассоциации со словом ДОРА? Да, вот, кстати, это еще одно секретное оружие. Этот ракетный, целый артиллерийский комплекс ДОРА. Кстати, довольно интересный. Там и гидравлика, там и электропривод был. В общем, довольно такой серьезный разрыв. Они Севастополь говорят. Ну, есть версия, что они Севастополь обстреливали из этой ДОРА. Правда, все время мазали. И фирма Круп разработала эту ДОРА? Несколько фирм над ними работало, да. Но она оказалась неэффективной, эта пушка. А вторая ДОРА – это тоже тайна в какой-то степени. Это когда стало ясно, что мобилизации промышленности не будет, мы тоже об этом уже говорили, Шпеер всю промышленность рейха решил постепенно переводить под землю. И стали создаваться такие системы заводов концлагерей. Вот первый из них – это вот как раз концлагерь ДОРА. Очень страшное место. Прямо под землей? Ну, практически, да. Несколько было подземных цехов. А глубина какая? Вот так, чтобы бомбы не могли попасть. Естественно, бомбы не могли бы, так сказать, не причинить ущерба. Но глубина-то не очень большая. У Шпеера были планы еще более углубить. Но это было невозможно, потому что пробивали эти туннели. Все это было очень медленно. Но лагерь сам был очень страшный. Там люди работали как… То есть их брали на работу, они отрабатывали свой срок и, собственно, все. То есть их не кормили, их не поддерживали в них жизни никак. Это уже был отработанный материал. Золото. Да, золото. Уверена, что она найдена еще не все. И янтарная комната, да. Ну, золото партия, как хотите. Янтарная комната, где-нибудь в Густлове лежит, может быть, если туда доберутся. Ну, янтарной комнатой много занимались. Я так понимаю, что тут столько легенд было. Я думаю, без надежности. Легенды, легенды, не легенды. Это же трудно разобраться. Некоторые считают, что она уже просто растворилась в воздухе. Да, что ее просто уже не растворилась. Физически она не может существовать и химически в природе. Есть такое мнение? В смысле, что янтарь не выдерживает? Ну, как-то попал в какие-то условия. Там куда-то перевозили, растащили или еще что-то. Нет, на счет, что угодно могло быть. Потопили. У меня такое, ну, конечно, я так говорю, это вообще смешно. Это чисто на интуиции, я не знаю, на чем основан. Наверное, что уже никто ее никогда не найдет, конечно. Похоже, да. Ну, а самое, наверное, такое... Ну, надо дать должное... Так же, как и библиотека Ивана Грозного. Ну, да. Ну, она скажет, что... Да, надо дать должное. Эрмитажами очень хорошо восстановить. Продолжение программы через две минуты. Реклама. Завтра в 16.55. Слушайте на Эхе программу «Эхономика». Новости экономики и бизнеса. Программа подготовлена при поддержке Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы. Итак, завтра в 16.55. Не успели записать номер телефона? Справочная служба Эхо Москвы. 495-690-146-43. Эхо Москвы. Информация круглые сутки. Выпуски новостей как минимум каждый час, а по утрам вообще каждые 15 минут. И главное, очень большая программа «Эхо». По будням в 6 часов вечера. Принцип прост. С понедельника по пятницу, прогуливая пятницу, Песчиков и Позняков проведут программу при полном преобладании прекрасного. Послушать призывают Порошенко и Путин. Пойдем, подержу. Андрей, Позняков, Дарья, Песчикова и еще больше «П». Хороших и разных. На Эхе с 14 до 17 часов. Принцип прост. Принцип прост. Если петлы не пустой для тебя звук, и ты готов слушать их музыку хоть 8 дней в неделю, значит, эта программа для тебя. Каждую неделю в ночь с понедельника на вторник с 0 часов 10 минут служим «Петловский час» с Владимиром Ильинским. День в день. Час в час. Минута в минуту. Только в Москве. Дилетант. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Самая главная загадка все-таки Третьего Рейха, это, наверное, почему вокруг Третьего Рейха столько загадок. Да, вот это, кстати, а что смешно? Ну, одно, правда, и другое. Ответьте на этот вопрос. Почему именно вокруг него крутится? От вас, конечно, ждет сегодня ответов. Вокруг Третьего Рейха? Да. Ну, я задавался этим вопросом. Закрытость. Третьего Рейха. Третьего Рейха, да. Ну, и мы даже немножко это успели обсудить перед эфиром. Мне кажется, что это, может быть, вообще свойство закрытых обществ, тоталитарных режимов. Да, они настолько закрыты, покрыты там всякими тайнами, все эти коридоры власти, механизмы власти и так далее, да, что вот некие такие тайнцы... А я бы для разнообразия сказал бы еще об утопизме. Мне кажется, что всякая утопия, все, такая позолоченная попытка реализовать это в обычной жизни, и насилие, и, наоборот, стремление к сверхчеловеку, все это, конечно, обрастает неизбежным мифом. Миф декларируется, и миф эхом отзывается в истории дальше. Ну, такой замятин, роман «Мы». Да, возможно, они действительно очень много, как мы сейчас понимаем, утопических прав... Какое вы слово-то мягко употребили? Утопия. Прямо как каким-то таким вот... А какое более жесткое? А более жесткое какое? Ну, давайте придумаем. Давайте скажем антиутопия. Нет, это не утопия. Это очень, очень какие-то жесткие, очень страшные иллюзии. Кровавые. Фильм ужасов. Все-таки утопия, это... Они сняли для себя фильм ужасов, и хотели это реализовать. А для вас, наверное, это человеконенавистничество. Бывает, человеконенавистическая утопия, мы это знаем, когда на алтарь некие абстракции, приносятся в том числе миллионы человеческих жизней. Это вот называется таким медицинским, я бы сказал, термином утопия. Ну, может быть, медицинским, но мне этот термин нравится. Нравится? Ну, конечно, я говорю, Томаса Мором таким, как... А вы знаете, если бы вот то, что он писал, было бы воплощено в жизнь, еще неизвестно, сколько было бы принесено в жертвы. Ведь и Пол Пот был своего рода утопист. Нет, мы все-таки... Ну, да, мы вообще все, все они, значит, отруманили какой-то ложной идеей, да? Я все-таки всю вот эту вот, как говорите, утопию, ну, назовем так, разделяю на человеконенавистничество. И, может быть, даже чересчур, чересчур любящий человек, он не всегда такой любви достойный. Поэтому все, что касается Гитлера, Пол Пота и прочих, это человеконенавистничество. Кто любит своих и ненавидит других? Нельзя любить других, нельзя любить своих и ненавидеть других. Так не бывает. Все равно ненависть победит. Ты начнешь ненавидеть своих. Что с ними, кстати, случилось? С главными нацистскими. Лен, вот здесь несколько вопросов пришло. Все-таки вы, как сказать, опровергли, по-моему, если я про непонятную мистику Гесса, в принципе, очень много говорят о мистике, среди верхушки, я бы сказал, Третьего Рейха. Вы назовите имена. Ну, тут даже начинается... Слушайте, ну вы сами говорили про Анненербе. Да, наследие предков. Доброе платье добавить. Нет, 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 нет. Восказ, в расчетах, в годах Гиммлер. Время, безусловно. Это создание вообще нового, можно сказать, нового ордена. Ну вот. Да, конечно, Гиммлер, да. Я говорю, еще имена назовите. То Геммлер с мистиком был, или Шпеер. А Витлев не был мистиком? Нет, он не был мистиком. А золото в Гиммалаях, это никак не связано с этими, значит, поисками в горах? Почему именно там? Так это... А вообще все эти идеи с Тибетом? Золото в Гиммалаях? Какие Гиммалаяхи? А вот эти вот передачи мышления на расстоянии, там, то, что было, там, в Тибете... Это вы сейчас в какую папку залезете? А я уже не знаю, у вас там так много ваших... Это в папке бред севых кобыла. Гитлер не просто не был мистиком, он ненавидел. Он начал с того, что разогнал и истребил всех масонов, которых он относил к мистикам. И вообще около 200 всевозможных мистических мелкокалиберных организаций разогнал и истребил. Он ненавидел всякую мистику, как всякий диктатор. Ненавидит ничего, что связано с тайной. Это в крови диктатора. Не надо ему это приписывать. Медицин, пара медицина вокруг ГЭСа и гиммлеровские изыскания. Здесь, знаете, здесь вот мне пишут, как бы, в споре со мной Сергей, из Санкт-Петербурга с убийством Кеннеди тоже сплошная тайна. Общество открытое. Ну да, но все-таки то общество, безусловно, это тайно, до сих пор не раскрытое. Но такие есть в любом обществе. В любом обществе. Да, но количество вот этих тайн, оно просто намного на порядок меньше, чем вокруг. Для кого-то и убийство Кеннеди не тайно. Это просто нам выдают несколько вариантов. И вот разбирайтесь, как хотите. Ну, для нас это тайно. Для широкой общественности, в том числе американской, да, это тайно. Вообще на ледяных вершинах власти всегда много тайн. Для кого? Ну, как для остальных, кто туда, значит, задирает свои головы. К Гималаям возвращаемся. Гималая тут при чем? Что там, шрам был? В Альпах, в Альпах прятали золото, на которое собирались, его потом собирались переправить, и на него содержать четвертый рейх. Четвертый. Что здесь, собственно, от этого не бывает. Понятно. Ну что, будем... Вот видите, как все равно серьезных людей, ну, вот, заносят в шоку. Конечно, разумеется. Это, наверное, наш психик. И вопросы все равно остаются. Все равно остаются вопросы, все равно люди любят... Вы понимаете, что вся эта мистика, она как мухи летят, вот, наклейку и ленту. Вот, кажется, уже подохли все. Вот кто-то потрогает пальчиком. Она жива опять. И опять очередная тайна. Людям, во-первых, а, нравится тайны, и, во-вторых, им нравится эти тайны раскрывать, да? И вот поэтому всем хочется... Они не раскрываемые, поскольку это психики. Тогда вот надо просто объявить, что этих тайн нет, а этих никогда... Мы объявили, что этих тайн нет. Если вам интересно, да, это в какой-то степени упражнение для фантазии, психики, психологии и электристики. Я желаю нашей аудитории заняться этими упражнениями, если кому интересно. Вот это была программа «Дилетанты до свечения». Дилетанты. Эхо Москвы совсем не единый учебник истории. В программе не так пытаемся понять, что мы еще не поняли в прошлом. Появляясь все так, знакомимся с великими и ужасными персонажами разных эпох. Мы пробуем узнать, какова цена победы и цена революции. Мы слушаем голос истории в программе вот так. И каждый месяц представим все 96 страниц журнала «Дилетанты». «Дилетанты. Эхо-история» на «Эхе Москвы». В эфире вам рассказывают не все. Один день, одна правда. О чем писала газета «Правда» 9 ноября 41-го года, вы можете узнать на сайте «Эхо». Все блоги читайте на нашем сайте «Эхо.мск.ру». В понедельник, 10 ноября, тема программы «Арсенал» – российское статус строения. Гость в студии – генеральный директор научно-исследовательского института электронного специального технологического оборудования Дмитрий Сопрыкин. «Арсенал». В понедельник после 10 вечера. «Эхо Москвы» и Петр Мамонов представляют. «У меня огромная коллекция виниловых шедевров. Сижу я, слушаю удивительный американский английский винил. И стало жутко стыдно, ребята, что я вот так балдею. И никому это я не отдаю себе, себе, себе». «Слушайте в ночь со среди на четверг после полуночи программу Петра Мамонова «Золотая паука». «Московские старости». От штаба Верховного Главнокомандующего на левом берегу Вислы наша конница, вступив к отделу Германии, повредила железную дорогу у станции Плешин, что к северо-западу откалишит. Итальянские газеты сообщают, что племя Синусси в Триполи объявило священную войну Англии. Синусситы намерены выступить на стороне Османской империи. «Губернатор Вердена передает поздравления президента Франции Пуанкаре и военного министра Мильерана сержанту Андре Можино, депутату и бывшему товарищу военного министра. Можино, раненый под Верденом, награжден военной медалью высшей победой награды Франции». «Московские старости». К примеру, проживающих в Атабасаре татар, пожертвовавших Красному Христу две юрты, последовали киргизы уезда, на средства которых сооружаются и будут отправлены на театр войны 23 юрты. «Петроградские газеты» обнаружили, что нынешней осенью свадьбы в столице совершаются в необычайном изобилии. Во всех старквах совершаются венчания, а в нет это было несколько людей. Журналисты выяснили, что это свадьба молодежи, слушающие лекции в высших учебных заведениях, которые разрешили вступить в предыдействующую армию. «Объявление». Грандиозным изобретением обладает молодой, симпатичный коммерсант, 25 лет, многоиспытавший в жизни, с нежной чёткой душой, умеющий любить. Не имея средств осуществить свою идею и не желая отдавать своё достояние руки спекуляторам, ищет и что-то друга, одинокую, симпатичную, с нежным характером, до 35 лет, с капиталом в 100 тысяч рублей. Откликнись, дорогая, будем счастливы! Викторий Наслав, главпочтам, до воздребования предъявителю паспорта номер 107. Московские старости, 100 лет тому назад. Программа подготовлена при поддержке Государственного архива Российской Федерации. Радио «Эхо Москвы». Семь часов в Москве, на Ихинобусске, в студии Ирина Кучеренко, в этом выпуске. Россия и Китай подписали 17 документов о сотрудничестве. Цирк Украины заподозрил миллиардера Игоря Коломойского о фальсификации на выборах. Ковольный пуп ЦСКА в очередной раз не смог одолеть «Динамо». Слушайте информационную программу «Эхо». Москва и Пекин согласовали поставки российского газа по западному маршруту. Их планируется начать в 2019 году. Контракт рассчитан на 30 лет. При этом глава «Газпрома» Алексей Миллер не исключил, что в перспективе поставки голубого топлива в Китай могут превысить экспорт газа в Европу. Соглашение было подписано в ходе переговоров президента Владимира Путина с лидером КНР Си Цзиньпином перед форумом ОТЭС. Всего было подписано 17 документов. В основном они касаются энергетики и нефтяных поставок. Россия и Китай должны придерживаться избранной линии сотрудничества, несмотря на изменения на мировой арене. Такую позицию выразил президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Российский лидер также отметил, что для развития российско-китайских стратегических отношений уже сделано многое. Хочу подчеркнуть, что они развиваются практически по всем направлениям. Это касается высокого взаимодействия на политическом уровне. Это касается военно-технического сотрудничества. Это касается экономики. Что касается экономического взаимодействия, то хотел бы отметить, что если в прошлом 2013 году объем торгового оборота у нас вырос на 1,3%, то за первые 9 месяцев текущего года он вырос уже на 7%. И это, конечно, очень хороший результат, который говорит, что наши усилия не пропадают даром. Это говорит о том, что наши люди ближе ладают друг друга, теснее сотрудничают, добираются новых успехов на благо развития наших экономик и социальной сферы. Путин также подчеркнул важность взаимодействия России и Китая на международной арене. По словам президента, это чрезвычайно важно для того, чтобы удерживать мир в рамках международного права. Украинского миллиардера и губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского Центризбирком страны заподозрил в давлении на главу избиркома при пересчете голосов в округах на востоке страны. До этого там были замечены попытки сфальсифицировать протоколы. За ситуацией следит Андрей Гаврилов. Глава ЦИК Украины признался, в последнюю неделю он получает угрозы. От него требуют не пересматривать результаты выборов в Днепродзержинске Днепропетровской области и Красноармейске в Донецкой. Угрозы, отметил Михаил Ахендовский, получают и члены избирательных комиссий. По его словам, намерение ЦИК пересчитать голоса в округах, где произошли фальсификации, вызвали, цитата по интерфаксу, серьезное недовольство губернатора Днепропетровской области Коломойского. Еще в одном округе региона, городе Новомосковск, суды, по словам председателя ЦИК, принуждают комиссию пересмотреть результаты выборов. При этом глава украинского ЦИК надеется, что бизнесмен, который руководит одной из крупнейших областей страны, не причастен к фальсификациям, давлению на членов избиркомов, угрозам и шантажу. По словам Ахендовского, лучшим подтверждением этого должно стать возвращение избирательного процесса в округах со спорными результатами в законное русло и прекращение давления на него и коллег. Выборы в Верховную Раду прошли две недели назад. По их итогам в парламент прошли пять партий. Это партия премьера Яценюка, Народный фронт, блок Петра Порошенко, самопомощь, радикальная партия Лешко и Батькивщина. ЦСКА в очередной раз проиграл в московском дерби 13-го тура чемпионата российской футбольной премьер-лиги. Проиграл Динамо с минимальным счетом. Подробности у Натальи Калугиной. Несмотря на то, что армейцы ведут спор за лидерство с питерским «Зенитом», а динамовцы расположились в середине турнирной таблицы, фаворита в этом матче не было изначально. Ведь красно-синим ни разу с 20 сентября 2009 года не удавалось победить «Динамо». И как бы не расценивали пенальти, назначенный на 45-й минуте, арбитром Игорем Федотовым ворота Агинфеева, не он определил итоговый счет. Тем более, чтобы Львовина промахнулся. Победный гол все-таки был забит сыгры. На 54-й минуте в штрафной ЦСКА возникла суета. В итоге мяч отлетел к Александру Кокорину, который с линии вратарской поразил ворота рикошетом от штанг. Теперь «Динамо» набрало 22 очка и вышло на 5-е место в чемпионате. ЦСКА с 20-ю пичью, баллами в активе, остался на второй строчке. В других матчах нулевой ничью и завершилась встреча Уфы и Ростова. Краснодар обыграл любимый со счетом 2-0. Ну и в эти минуты проходит матч «Спартак-Арсенал». Пока счет 2-1 в пользу краснобелых. Сейчас перерыв. О погоде в Москве завтра будет облачным, без осадков. Ночью 1-3, днем 3-5 тепла. Ирину Кучеренко, служба информации, Москва. Реклама – это... это святое. А знаете ли вы, что такое австрийский Тироль? Это восхитительные горнолыжные трассы, отели и трактиры с незабываемой панорамой Альп. Это русскоговорящие сервисы и инструкторы в горнолыжных школах. Это первоклассный шоппинг прямо у подножия горных склонов. А для любителей высокой кухни – отменное качество тирольских ресторанов, отмеченных разными ресторанными знаками отличия. Тироль – это сердце Альп. Посетите Тироль на www.visittirol.ru и приезжайте в Тироль. Реклама на Эль. Оно того стоит. Эту программу транслирует компания «Ситивизор». Эхо Москвы представляет программу «Гонопольская». Итоги недели без Евгения Киселева. Есть у замечательного Михаила Зощенко рассказ «Больные». А там в коридоре перед приемом врача сидят больные и гордо рассказывают друг другу про свои болячки. Тут стоит процитировать. Один такой дядя, довольно мордастый, в коротком полупальто говорит своему соседу. Это говорит, милый ты мой, разве у тебя болезнь грыжа? Это плюнуть и растереть? Вот вся твоя болезнь. Ты не гляди, что у меня морда выпуклая. Я, тем не менее, очень больной. Я почками хвораю. А сосед мне с копиженным тоном говорит. У меня не только грыжа, у меня легкие ослабшие. И вот еще жировик около уха. И вот так вот сидят эти люди в приемной и рассказывают друг другу, кто чему был. Такое, дайте, хвалятся друг перед другом только со знаком минус. Почему я защитил это? Дело в том, что наш лидер, президент Путин, поехал в Китай и подарил китайскому лидеру. Знаете, что он подарил? Ну, лучшее наше достижение, самое крутое, самое невероятное. Да, йотафон второго поколения. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время саммита ОТЭС. Передает Интерфакс. По словам Пескова, вот это вот тоже потрясающее. В смартфон загружена символика Россия, Россия, Китая и ОТЭС. В этом сообщении, знаете ли, все сказано. Не в Америке, а в Китае. Не айфон, а йотафон. И не на луну с него позвонили, а вообще никуда не звонили, а загрузили символику. Конечно, все помнят триумфальное шествие первого йотафона. Все помнят, да? Вы помните, уважаемые радиослушатели? Вот я тоже, нет, странно. Ну что ж, теперь так же триумфальное шествие будет второй через Китай. Я посмотрел в интернете, его нет в продаже. Возможно, появится осенью цена около 700 долларов. Будете бы...